Всем здарова! С вами Базирио, канал фрешлайф28. И сегодня я вам расскажу главный и страшный секрет мотивации. Поехали! Те, кто давно смотрит мой видеоканал, знают, что я стараюсь максимально близко быть в контакте со своими подписчиками и зрителями. То есть, с вами. Я всегда практически отвечаю на все комментарии и, как минимум, читаю, стараюсь читать абсолютно все комментарии. О чем это говорит? Я говорю о том, что я очень часто вижу, как люди совершают ошибку. Совершают ошибку, даже когда смотрят истории на моем канале, истории успеха подписчиков, да, то есть, рубрику «Разбор полетов». Потому что воспринимают эту всю непосредственную рубрику как некий мотивирующий ролик, который приводит непосредственно к мотивации. Так вот, давайте разберемся, чем плоха мотивация, почему мы так сильно на нее обращаем внимание, и что главное с этим делать, и чем ее заменить. И надо ли ее менять? Итак, что же такое мотивация? Мотивация – это наличие у себя некого психоэмоционального состояния, которое способствует тому, чтобы мы совершали действия, двигающие нас к нашей цели. Поэтому очень часто люди говорят, что вот когда человек мотивирован, когда у него есть вдохновение, вот эта вот мотивация что-то делать, он делает, делает, и делает, и делает. Но самое страшное заключается в том, что именно расчет на мотивацию является ошибочным. И именно ожидание мотивации, поиски мотивации приводит к тому, что 95% людей, начиная новую жизнь с понедельника, заканчивают ее уже во вторник или в среду. И сейчас я вам расскажу, в чем дело. Давайте я сразу забегу вперед и возьму быка за рога. Я задам вам вопрос, что первично – курица или яйцо? А именно, что является первичным? Действие, которое приводит к нам результатом? Или психоэмоциональное состояние, которое сподвигает нас действовать и получать вот этот самый результат? Так вот, правда заключается в том, что большинство людей предполагают, что без психоэмоционального состояния нечего и пытаться. То есть можно попытаться начать к чему-то двигаться, но если у нас пропала мотивация, мы все бросаем инфантильно, и после этого мы не получаем желаемого результата. Но мой опыт помощи, вот уже почти 9 лет людям, мои, скажем так, знакомства с людьми, состояние которых исчисляется уже не одним миллионом долларов, Весь мой жизненный опыт говорит об одном, что на самом деле именно действие, именно действие является первичным, независимо от психоэмоционального состояния. Человек, который совершает некие действия и получает результат, в конечном итоге, после этого, это очень важно, После достижения результата вдруг обнаруживает вдохновение, удовлетворение собой и становится тем самым мотивированным человеком, которым мы видим на экране, о котором мы читаем в журналах, о котором мы слышим от наших знакомых. И средний человек думает, вау, ну он мотивирован, к чему же секрет его не мотивации? А по моему опыту, я скажу так, что секрет мотивации заключается в том, что он сначала получил результат, независимо от того, была у него мотивация или не была. И уже это дало ему силы, не силы, а эмоциональный, скажем так, всплеск и подъем для того, чтобы испытывать вот этот восторг, вот эту энергию, которую он и демонстрирует, когда мы обращаем на него внимание. Потому что мало кто обращает внимание на успешных людей в процессе действия. Все обращают внимание на успешных людей, когда они находятся на пьедестале. И у всех создается ошибочное мнение о том, что вот именно мотивация привела их к этой цели. А на самом деле я вам открою секрет. Привела их совершенно не страшная вещь, которая называется дисциплина. На самом деле я уже говорил об этом вот в этом вот ролике несколько лет назад. И сейчас я просто хочу немножечко развить эту тему, потому что я вижу в комментариях, я не просто так о них упомянул в начале ролика, я вижу в комментариях о том, что очень многие люди опять-таки начинают неправильно воспринимать роль мотивации. Когда у нас есть три этапа, скажем так. Наше желание, действие и наша цель, результат. Когда мы опираемся целиком и полностью на мотивацию, мы фактически говорим о том, что нам нужно создать для того, чтобы получить, начать действовать, нам нужно создать психоэмоциональное состояние, которое нас будет подвигать. Мы должны захотеть это сделать. Когда мы исключаем вот эту самую мотивацию и заменяем ее на дисциплину, мы просто выключаем из этой цепочки цель, действие, результат, нестабильную и совершенно плохо подвластную нам эмоциональную составляющую. Мы хакаем систему, мы взламываем его, мы говорим ее, да пофигу, хотим мы этого делать или не хотим, мы будем это делать. Будем, потому что у нас есть желание, у нас есть цель, независимо от того, есть у нас психоэмоциональное состояние, которое, вау, мы хотим туда двигаться. Или нам хреново и мы ничего не хотим. Мы все равно будем к этому двигаться. И самое забавное, что я вам обещаю, я это видел миллион раз, я вам обещаю, что когда вы получите этот результат, у вас вдруг появится мотивация. Вы станете совершенно мотивированным человеком. Вот в этом-то есть секрет. Я отнюдь не претендую на истину, я вам рассказываю опыт своей жизни. Вот уже мне скоро 45 лет, да, и я видел очень многих людей в бизнесе, очень многих людей, и уже 9 лет наблюдаю над тем, как люди меняют себя. Три года веду этот канал, почти уже три года. Поэтому я вам рассказываю просто свой опыт. И на самом деле, не могу сказать, что этот опыт стоит списывать со счетов. И он какой-то субъективный, он весьма объективный. Идем дальше. Итак, петля прокрастинации. Что это такое? Петля прокрастинации, как ни странно, вы знаете, что прокрастинатор это тот человек, который постоянно все говорит завтра-завтра, только не сегодня. Морган-Морган, Никнет Хойтен. Не помню, как это правильно говорится. То есть человек, который постоянно имеет тенденцию откладывать все. Почему это происходит? На самом деле, потому что люди с Элишком большое значение придают вот этой самой мотивации. Имеется в виду так. Так, мы хотим что-то сделать. Так, чего-то мы ничего этого не делаем. Блин, я остановлюсь как-то вот... Как-то у меня совсем все плохо с продуктивностью. Но мне же нужно захотеть это сделать. Мне нужно получить то самое настроение, с которым я смогу это сделать хорошо. А если нет настроения, то можно и не пытаться. В результате получается вот эта самая петля прокрастинации. Человек не начинает это делать, пока не получит настроение. В результате он не делает, становится недовольным собой. От этого настроения еще больше ухудшается. И в результате он не начинает делать, потому что настроение не может получить с таким, каким он представляет себе. Оно должно быть для получения хорошего результата. И вот в этой петле люди крутятся, крутятся, крутятся. Они ждут настроения. Они тоннами отсматривают ролики. Они пытаются себе найти какие-то мотивирующие тексты, книги и так далее. Смотреть демотиваторы. Но дальше ничего не идет. Почему? Отвечаю на этот вопрос. Все дело в том, что мотивация это короткоиграющий бустер. То есть это как допинг. Это как предтрена тренировки. Которые вы приняли и на какой-то определенный момент вы можете выстрелить. Но он не долгоиграющая фишка. В чем плюс дисциплины? Дисциплина это некий двигатель. Который вот вы его завели и он в эту систему двигает. Он этот локомотив ваших действий двигает независимо от того. Хорошая погода, плохая погода. Поругались вы, не поругались. Так вот, запомните, в любых делах, которые долгосрочны, такие как начинание новой жизни с понедельника, такие как свой бизнес, такие как что-либо, что требует некороткого усилия. В таких делах нам требуется только дисциплина. И уповать на мотивацию это, ну знаете, некий инфантилизм такой. Я смогу это делать только если я смогу делать это, когда у меня все хорошо. Когда у меня хорошее настроение и я захочу это делать. В нашей жизни, к сожалению, существует безумное количество вещей, которые здравый смысл никогда не примет как какие-то мотивирующие. Скучно готовить пять раз в день жрать. Скучно ходить на работу. Скучно делать это. Но мы делаем это. И пытаться найти мотивацию. Вот в этом, простите, психологическое насилие над собой. Итак, откуда же у нас берется вот эта самая вера в мотивацию? Почему мы так любим эту мотивацию? А тут я уже говорил об этом. Вот в этом ролике, друзья мои. Давайте скажем большое спасибо всей нашей развлекательной индустрии. В частности, кинемакалтографу, чуть ранее художественной литературе и так далее. Дело в том, что мотивация это короткий бустер. Короткодействующий бустер как ускоритель. Я не знаю, как это что назвать. Он очень мощно пинает человека. Но на короткое время. Он никогда не обеспечит вам результат на длительном этапе. Но. Вся наша развлекательная индустрия. Начиная от художественной литературы. Там с момента изобретения. И кончая непосредственно кинематографом и прочим, прочим, прочим. И ютубом в том числе, кстати, друзья мои. Вся она заточена на то, чтобы нас развлекать. А нам не интересно смотреть за рутинными ежедневными делами людей. Нам интересно смотреть, когда они находятся в экстремальных ситуациях. Никому не интересно смотреть приключения офисного работника, который в течение двух часов будет ходить на работу, сидеть в офисе и возвращаться обратно. Это скукота полная. Никто не пойдет на такой фильм. А вот засуньте-ка этого офисного работника в какие-нибудь экстремальные ситуации. И мы пойдем смотреть это кино. И там, разумеется, все направлено на то, чтобы показать. Как человек создал у себя вот это психоэмоциональное состояние, чтобы на коротком этапе своего жизненного пути рвануть и преодолеть вот эти преграды. И нам кажется, по логике вещей, о том, что для того, чтобы чего-то получить, нужно постоянно находиться вот в этом состоянии психологической вздрючки. То есть постоянно себя мастурбировать этими, простите, мотивационными роликами и так далее, и так далее, и так далее. Но это неправда. Как я уже сказал, дисциплина это двигатель, который двигает все. Мотивация это короткий бустер. И не надо эти вещи путать. Ютуб. Как вы думаете, какова задача непосредственно такой системы, как Ютуб? Почему у меня мало подписчиков, как все говорят? По одной простой причине. Потому что Ютубу выгодно откручивать деньги рекламодателей. Соответственно, люди, которые занимаются производством контента и рассматривают канал на Ютубе как средство для заработка, на монетизации, на непосредственной отсенции, на открутке рекламы, они вынуждены делать ролики такие, которые будет смотреть максимальное число людей. А чего хочет максимальное число людей? Развлекаться. Посмотрите внимательно, сколько у нас каналов, которые откатывают какие-то безумные количества, набитые битком, мотивационными роликами. Мотивации к похудению, мотивации к хождению на спорт. Где под патетическую музыку огромные чернокожие мужчины поднимают огромные веса, по ним пот слетает и так далее. Да их тысячи, просмотров на таких каналах миллионы. Почему, если у нас такое количество мотивационных роликов, у нас такой низкий процент результата? Я уже сказал, потому что это не имеет никакого отношения к получению результата. Это так называемая, скажем, ментальная мастурбация. То есть, постоянная дроча вот этих вот чтения различного рода демотиваторов, картиночек, просмотра мотивационных роликов. В общем, друзья мои, по поводу мотивации, лучше, чем сказал ныне покойный американский стендап-комик Джордж Карлин, я ничего не слышал. Вот еще кое-что, чего я не понимаю. Кассеты для повышения мотивации, книги для повышения мотивации. Че такое? Че-то вдруг понадобило всем дополнительной мотивации? Ведь все же просто. Вы либо хотите, либо нет. В чем загвоздка? К тому же, если вам хватило мотивации, чтобы пойти в магазин и купить эту книгу, может быть, вы уже достаточно мотивированы. Вам больше не нужна книга, положите ее на место, скажите клерку, иди нахуй, я мотивирован, и пошли домой. Я пошел домой. Да, именно так. Так вот, все это, конечно, хорошо. Но что ты предлагаешь, Базирио? А вот теперь я вам предложу два замечательных способа, как соскочить с мотивационной иглы и начать заниматься делом. Поехали. Итак, правило номер один. Никогда не пытайтесь за все хвататься сразу. В этом непосредственно дисциплина, мотивация и так называемая сила воли очень связаны. Что я имею в виду? Я не просто так с первых дней основания своего канала говорю, что ребята, если вы начали новую жизнь с понедельника, не идите сразу в спортзал. Не потому, что спортивные тренировки неэффективны и не дадут вам ничего. А просто потому, что если вы сразу схватитесь за все, это гарантированно, гарантированно вас ввергнет в пучину депрессии, и вы сорветесь. И ваша новая жизнь начнется через месяц, через два. Вы перегорите. Делать надо все постепенно. Почему? Привожу вам очень простой пример. Представьте себе супер-мега-пупер-тренера, к которому вы пришли тренироваться. Он вам сказал повиснуть на турнике. И дальше примерно так. Повиснул на турнике. Что значит сколько держаться? Всю жизнь? Ты будешь держаться? У тебя должна быть сила, воля и мотивация. Держись. Что? Ты сорвался? Тряпка, ничтожество, неудачник, сопляк, двести отжиманий. Ну и что вы, собственно говоря, подумаете про такого тренера? Сказочный долбоеб. Именно так и вы будете правы. Сказочный долбо... По одной простой причине. Вы прекрасно понимаете, что если вы повиснете на турнике, вы не сможете держаться на нем вечно. Вы провисите минуту, две, три, пять, пятнадцать, если вы тренируетесь. Но вопрос срыва, это вопрос времени. Именно это происходит, когда вас стараются запрячь под влияние вот этой самой мотивации силы воли. Ты должен держаться на силе воли, ты должен быть мотивирован. Не может быть человек мотивирован 24 часа в сутки, 365 дней в году. Не может человек держаться 365 дней в году, 24 часа в сутки на силе воли. Не может человек висеть на турнике 365 дней в году, 24 часа в сутки. А что же он может? А может он сделать следующее. Он может подтянуться, встать на площадку, которую он подготовил, и перетащить турник, повесив его повыше. Для этого требуется время. Для этого требуется привыкнуть к тому, что новый уровень, на который вы встали, это теперь норма. Но если вы разобьете вот этот этап на маленькие шажочки, то тогда никаких проблем не возникнет. Именно поэтому я говорю, что вы начали новую жизнь с понедельника. Начинаем с питания, из режима. Когда для вас станет это нормой, вот тогда вы можете идти в спортзал. Потому что для вас уже не является чем-то страшным жрать 5 раз в день из контейнеров. Когда вы уже пошли в спортзал, вы можете бросить курить после этого. Если вы бросили курить после этого, вы можете начать в каком-то из этих этапов, когда вам удобнее настраивать режим. Но не все сразу. Потому что если вы хватаетесь за все сразу, это неизбежно приведет к такому плачевному результату, как да пошло оно все. Все вы, наверное, слышали историю о том, что если лягушку положить в холодную воду и поставить ее на огонь, то лягушка сварится. Потому что процесс нагрева идет медленно, и лягушка этого не заметит. А если ее бросить сразу в кипяток, то лягушка выпрыгнет. Я на самом деле лягушек не варил. Не знаю, правда это или не правда, но на самом деле история известная. Ну вот. И она очень точно отражает то, что нам нужно делать. Тот принцип постепенного ввода не очень популярных методов, он работает, например, везде. В бизнесе, в политике, где угодно. Вы же прекрасно знаете, что, допустим, законы, они всегда никогда не принимаются непопулярные законы резко и быстро. Они всегда идут закручивания гаек потихонечку и постепенно. И тогда, в общем-то, никаких волнений и происходит. То же самое происходит, когда мы жиреем, например. То есть мы никогда не разжиреем за одну ночь. Мы незаметно жиреем, жрем. То есть это процесс. А когда мы не можем влезть в летние шмотки, это факт. То же самое старение. В общем, продолжать можно до бесконечности. И на самом деле абсолютно то же самое, что нам нужно делать, когда мы начинаем новую жизнь с понедельника. И когда мы вводим непопулярные для нашего организма и психики методы, а именно делаем что-то, что непопулярное, и что выходит за рамки нашего привычного образа жизни. То бесполезно искать мотивацию для этой цели. Нужно сделать введение вот этих методов постепенным. То есть, опять-таки, не рубить с плеча. Что я имею в виду? Я не имею в виду сейчас, разумеется, борьбу с зависимостями. Потому что, если вы, допустим, человек алкоголик, то бросать надо сразу и резко. Никаких вот здесь понижений, дозировок и так далее не сработает, к сожалению. Но во всех остальных случаях, во всех остальных случаях, я опять-таки настаиваю на том, что не надо хвататься за все сразу. Я говорю о том, что в большинстве случаев даже те самые парни, вот возьмем хотя бы даже последнюю историю, азамат, который похудел на 60 килограмм, он похудел за год. Он не пытался сразу, допустим, изменив питание, закрутить себе гайки по полной программе. То есть, сначала мы исключали одни виды продуктов, потом мы исключаем другие. То же самое, когда вы приходите на тренировку, то есть, вы пришли на тренировку, не старайтесь сразу взять штангу в 100 килограмм. И не старайтесь сразу же лезть в сплит-систему. Сначала постепенно сделайте круговые тренировки, обработайте сердечно-сосудистую систему, не рассматривайте весь этот процесс как какой-то спринт до какого-то конечного результата. Рассмотрите это как изменение вашего образа жизни, которое должно происходить медленно и постепенно. И как только вы это примете, вы поймете, что торопиться уже некуда. Смысла торопиться никакого нет. Во-первых, потому что это все равно ни к чему не приведет. А во-вторых, когда вы, как лягушка, находитесь вот в этой самой воде, которая подогревается медленно, вы не заметите этих самых изменений. К чему это все приведет? Это приведет к тому, что, как говорил Сенека, о том, что, не кажется Сенека, я не уверен, правда, о том, что путешествие в тысячу льмей начинается с одного шага, огромная гонора начинается с одной песчинки. Все, что-либо великое и значимое, достигается медленным и незначительным ростом. Вот это примерно дословная цитата, я не уверен в точности, то есть, вот точно ли она такая. Но она, как нельзя, лучше отражает тот факт, который с нами происходит. Если вы примете за правила игры, вот те правила, которые я сейчас вам описал, то самое забавное, с чем вы столкнетесь, это то, что вы сами себя не узнаете, если сравнитесь с собой, допустим, год назад, два года назад, три года назад. Достаточно долгий срок. Эти самые маленькие, незначительные изменения, они позволяют на корню перечеркнуть вашу зависимость, нашу с вами зависимость от нашего нестабильного психоэмоционального состояния и перестать гоняться за какими-то мифическими мотивационными роликами и за вздрючкой своей психоэмоциональной системы. Итак, давайте еще раз вкратце повторим. Итак, мотивация. Мотивация – это создание психоэмоционального состояния, которое позволяет нам действовать в тех рамках, которые мы себе обозначили. Основная ошибка и основное препятствие – это то, что мы становимся инфантильно зависимыми от наших желаний. То есть, если у нас есть настроение, мы делаем. Если нет, то мы не делаем, а ищем способ создать себе настроение. А вот этого делать как раз нельзя. Вместо того, чтобы уповать на мотивацию, надо заменить ее на дисциплину. Дисциплина – это вовсе не означает того факта, что мы должны, стиснув зубы, носили воли, делать то, что нам не нравится. Мы просто должны очень четко представлять тебе цель и пути ее достижения. Для того, чтобы перейти на дисциплину вместо мотивации, нужно применять два правила. Правило номер один – это метод коротеньких продвижений, коротеньких шажков. Не пытайтесь сразу подтянуться на пятый этаж. Подтянитесь на полэтажа, переставьте турник, отдохните. Подтянитесь еще на полэтажа, дайте возможности себе, своей психике зафиксировать, что ваше новое состояние является теперь базовым. И оно нормальным. И если вы будете делать это маленькими шажками, то вы и не заметите, как вы заберетесь на самую высокую гору. Насколько маленькие должны быть шажки? Вспомним лягушку, которую опускают в холодную воду, медленно подогревают, и тогда она варится. Если лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет. Так вот, чем меньше будут вот эти шажки, тем проще вам будет действовать. В каждом деле, которое вы разбиваете себе, не хватайтесь за все сразу. Просто представьте себе, что вы укращаете вот эту самую, пытаетесь сварить вот эту самую лягушку. Лягушка является непосредственно тот образ жизни, который вы хотите сменить. Вот такая вот аллегория, но по крайней мере, в каждой метафоре есть границы дозволенности. Я думаю, что я примерно так вот опустил. Вот это два правила, каким образом можно заменить мотивацию на дисциплину. И самое главное, и самая вкусная штука. Первичная ли мотивация, или достижение результата? На самом деле, самое главное, это достижение результата. И именно, когда люди, несмотря на свое психоэмоциональное состояние, совершенно спокойно, просто потому, что они назначили себе план, достигают результата, они в результате этого получают положительные эмоции и становятся теми самыми мотивированными людьми, которых мы привыкли видеть в журналах, в газетах, на экранах телевизоров. Вот такая вот история. Что ж, друзья мои, вот такой вот у нас секрет мотивации, каким образом избежать прокрастинационных петель, каким образом надо перестать уповать и выключить из своей жизни зависимость от этого самого психоэмоционального состояния. Подписывайтесь на канал. С вами был Базилио, единственный специалист по начинанию и не бросанию новой жизни с понедельника. Канал Фрешлайф 28. То же самое и о том же. А на сегодня это все. Всем, друзья мои, пока-пока.